сагитариус возьми радиста американского у нас есть радист обранки все но стандарт ты сначала встань чтобы говорить о его давайте давайте становимся в линии что фото на память да нет я просто смотрю на них они по линии устраиваются вот сюда вот сюда давай глазами шриан интересно что так висок больной в линию соберитесь американцы немцы вместе начнем отлично тема занятия штурм здания кто может рассказать как обычно пехота штурмуют подходят сразу гранаты отлично планом не попадает в окна потом все те кто подбросили гранаты поближе к дому умирает о своих гранатах потом пулемет слова подавляет из окон всех убивает короче супер классный пуш получается постоянно советую всем блин реально отличный план на жизнь американец лопаты кто-нибудь выкопать еще полняшку немц тоже поставьте только с другой стороны с юга от дома себе полняшку недалеко хорошо смотрите в общем схема штурма здания следующие вот у нас сзади перед перед вами тащим меня за спиной вот типовое здание двухэтажное будем на нем отрабатывать схем очень простая отделение типовой у нас из 5 человек стоит это командир хватит мельтешить командир радист пулеметчик сапер медик пулеметчик во время штурма его задачи это подавление огнем противника на верхних этажах то есть второй третий там если есть в данном случае только 2 и контроль боковых стен здания чтобы как бы из входа там как бы чтобы из-за стены никто не вышел из противников то есть второй этаж и прилегающая к дому территория особо по как бы особо внимания на стенке для этого пулеметчик должен занять как бы позицию соответствующий который позволит ему до курс молодого бойца ну вот просто иначе вы сейчас будете действовать вот как же к сказал кто в лес кто по дрова как бы убивать друг друга своими же гранатами нихрена не получится так мы действуем как бы в каждом бою кто как нам чтобы была единая схема чтобы отделение действовал как такой четкий отлаженный механизм хорошие часы механические точно в общем пулеметчика сдачи понятно я думаю у маневренной группы это командир отделения сапер радист не присоединяется медик то есть вот четыре человека в данном случае это маневренная группа она как бы в данном случае выступает как штурмовая группа она разбивается две подгруппы на две пары первое это командир радист 2 медик сапер задача первой пары допустим это командир радист у нас под прикрытием огня пулемета подойти к дому для того чтобы контролировать первый этаж с помощью своего стрелкового оружия все кто пытается из дома выйти ли там высовывается в окошко не должны вот этой пары уничтожены сразу за первую пара идет вторая это медик и сапер их задача отбросить гранаты то есть максимальное количество окон вот насколько это возможно главное это делать быстро как только вторая пара начинает бросать гранаты первая пара заходит внутрь на первый этаж на второй этаж летят гранаты отбросили там ну по ситуации иногда нужно бросить по одной гранате иногда по 2 осколочно в это время первая пара уже у лестницы то есть они смотрели первый этаж подошли к лестнице и контроль это и чтобы с лестницы никто не вышел потому что когда на второй этаж полетели гранаты и противник это заметил он может начать спускаться по лестнице сваливать просто со второго этажа первая пара здесь должна их встретить после того как гранаты начали взрываться здесь нужно единственно обговорить да сколько гранат вы бросаете после того как взорвались последние гранаты 2 1 пара пытается заходить на лестницу если она понимает что там есть противник уже первая пара на лестнице может отбрасывать гранат но это по необходимости давайте сейчас попробуем просто смоделируем вот эту ситуацию сначала американцы вот штурм дома в дом никто не заходит просто американцы приготовьтесь к штурму дома пулеметчик занимает позицию удобную штурмом вот отсюда как бы с фронт с получается востоком мы идем ой мы идем запад на дом на востоке пулеметчик занимая позицию удобно для ведения огня по второму этажу радистов ко мне вторая пара медик сапер за нами вставайте радист пошли вот мы идем пулеметчик давай по второму этажу очередями короткий стреляй пулеметчик подходите подходите бросайте гранат дрон гранки находиться с тыла дом с другого входа какой подавляющий огонь свои гранаты да что не работают граната прикиньте не могу как пускайся прицелиться немного потому что ты когда уже вот так вот гранату один раз достал я видел и переключился на оружие теперь вам видишь анимации да ну а сейчас я нажимаю я на не бросается отпустить кнопку отпустил и она висит у меня в руках вот сманас я не держу кнопку нажми левой кнопкой бросить нажимаю выбросает рост и оружие вот допустим а где второй то где стрелять нет что за хренов короче мы с радистом мы первая пара наша задача прикрытием огня пулемета контролить первый этаж за нами сразу идет вторая пара это медик и сапер когда вы бросаете гранаты говорите слово бросаю когда слышим бросаю дранкин мы с тобой заходим в дом принципе давай все с этого входа заходить тут понятно вторая группа бросайте бросаю так получилось объясните мне материнка классные не всегда может прям точно прицелиться чтобы закинуть ее в окна тебя нет столько времени это напряженка поэтому всегда могут быть такие ошибки кто не бросает есть бросай только один человек а все остальные стараются занимать нижние этажи и предстолняться к самому все втроем к как дома никто не бросает а где ролик нашего граната вторая бросается когда ты заходишь уже в дом на первый этаж если это конечно не жека вот который там залег посмотрится на вход и об стенку рикошетом и и закидывается на второй этаж чтобы она точно подачи 3 килограмма ложить или сопер если там много врага просто супер 3 тега и убегаете отсюда вот но если нет гранаты наверх рикошетом после взрыва гранаты залетается до с автоматикой человек или ну американцев автоматические винтовки просто рассмотрится на пол сразу же потому что они будут лежать то есть вы предлагаете чтобы граната бросала кто окей давайте давайте так давайте прикрыть и кто стоит сапер у немцев кто заходи в дом на первый этаж садись на первый этаж дом сапер заходи немецкий американцы на исходную не пались на первый этаж сапер сейчас покажу зачем есть вопрос жаба задал сиди на первом этаже как бы и пытайся убить того кто сейчас будет бросать гранату чтоб тебя пулеметчик не видел надо по нему стрелять и надо по нему стрелять пулемет кроешь второй этаж вот если вопрос очень важный кто кинул дым туда я не знаю и зачем но не суть вот так пошли радист пошли бросаем гранат понимает на первом этаже на первом этаже никто не сидит ты моделируешь ситуацию которой в принципе никогда не бывает они выбегают да они убегают издание но ты как бы они они не ожидают тебя встретить и ты все интуитивно но семён семёныч у меня там уже как бы нет и просто посадил туда туда будет забегать это как бы нелогично почему нелогично потому что все тусуются в этом доме всегда на втором этаже то есть за редким исключением внизу да не вы предлагаете бросать гранату тому кто первым подойдет к дому правильно прямо нет как мы штурмуете дом вы знаете что они там есть они значит еще не знают что они знают не просто я свои пять копеек ставлю 100 процентов 10 процентов или пять процентов один человек может быть внизу один это очень редко бывает в основном все занимает вторые этажи и занимают у круговую оборону и по периметру этого здания максимально чтобы просматривать все направления то есть нас север ты ты помнишь мы с тобой сидели на каринтане брали . а я сидел на лестнице лишь там пропустил противник там здание было большое он снизу поднимался ну ты мы-то были то на втором этаже вот я мог быть или на первом этаже или на лестнице я был на лестнице на первом я сейчас попробую смоделировать я хочу тиксели подойди как подойди ко мне один немец автоматикой пусть вы в доме и будет он будет доме находиться на любом этаже и где захочешь ну идите идите сири подойди и стрелять и не стрелять чё подожди выжека расскажу что он хочет ну и что зашел немец я не знаю он уже там среди это были там за ними шпионит же кому рассказывать что-то хотел у них пятиминутка индом втроем сидят это в кружке все играем можешь убивать нас если видишь а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Реальную жизнь, как это случается. Если я понимаю, что наверху их там больше одного, я туда завожу динобитый, нахрен оттуда убегаю. Это реальность. Так, как сейчас давайте трое, трое сейчас, зайдите, три немца, и мы опять сейчас попробуем. Помните, если все? Жабу вылечить сначала оттуда. Да я... Транкин, пойдем в ролик откинем. Иди-ка. Не, ну, те же штурмоните без динамита. Кто вы? Нет, подожди, пока. Короче, у немцу задача защитить дом. Вы готовы? Нет, еще пока. Да. Все, готовы. А гранаты полезят на второй этаж сначала, да? У нас. Может, и на первый. Будьте готовы, Татья. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание, какое грамотное подозрение полеметра на второй этаж. Вы уже подняться не можете, как окошко. Вот и все. Весь ваш первый этаж, пожалуйста. Наглядное... ...пособие. А сколько немцев было внутри? Трое. Трое. Сколько пришел? Три на три. Ну, рассказывайте теперь, давайте, что делать. Ну, они забросали дымы, подошли через дымы. Во-первых, каждое сближение на точку, если враг там сидит, это юзание дымов. Например, у нас дорога. Это первое. Переход дороги, как бы, даже если подписываем смотреть в кустах, они все присвечиваются, а дымы не просвечиваются. Это, как бы, всегда юзайте дымы, если вы что-то хотите запушить и знаете, что там много противника. Второе. Всегда выбирайте направление, с которое вы заходите. Например, если заходить с этого направления, вот куда я целюсь сейчас, здесь очень большой угол, угол, как бы, чтобы отстреливать нас. Это первые этажи, проходят в дверях и верхний этаж второй. Та сторона доступна только, доступен только второй этаж. Низ правой, там вообще, как бы, он недоступен, он доступен уже только враг нас увидеть вплотную, когда мы подойдем. Поэтому заходили на это здание, только с той стороны старались заходить, с которой угол обзора противника наиболее меньший. Это, во-первых. А во-вторых, то место, которое было мне, как пулеметчику, хорошо подавлять, я сразу его накрывал, и получается Огна и окрою, анис они не видят. Получается, при сближении они никак не могут нас отстрелить. Это первое. И второе. Всегда автоматика должна сближаться как можно быстрее к дому, потому что, во-первых, у нее есть автоматика, во-вторых, ему надо успеть, если он знает, что на первом, когда он к дому вообще подходит, он сразу чувствует, есть противник или нет. Если он видит, у него есть три секунды, три секунды просто, и он слышит там даже по звукам на втором этаже шаги, он сразу берет гранату и бросает там гранату. Бросил гранату, пошел обходить по первому этажу, смотрит первый этаж, нет никого. Сапер, если сапер, ставит за перчатку, а если нет, просто уже за это время, когда я рассказывал, уже остальные бойцы, они уже должны тоже подбежать к дому, и получается дом уже окружен. Просто это все не надо превращать как бы в тактику реальной жизни, здесь надо работать как можно быстрее. Если же противник вас очень сильно, с какого-то места очень сильно подавляет, это означает, ну, в примере американцев, если есть в отряде гранадер, он сразу должен юзать эти смоковые гранаты, смоки, прям в окна, прям вот этот дом стрелять, и дом весь будет в смоках, тупо весь дом будет в смоках. И каждый должен знать, если смоки упали, у них есть сейчас шанс, просто шанс. Когда они развеются, вам станет еще в три раза сложнее. Так же самое, когда вы даже простые отбросили, это тоже для вас как бы плюс идет к вашей атаке. Я говорю, кто первый доходит до дома, тот должен бросать гранату. Но только вы, подходя к дому, не должны, не должны бежать уже с руками в гранаты, потому что вы еще не протекали хотя бы одну с углов или сторон первого этажа. Как только вы увидели, что у вас есть каких-то там 3-2 секунды, чтобы бросить гранату в окно, вы бросаете ее. Даже если вас убьют, но вы бросили гранату, и вы убьете тех, кто на втором этаже, а люди, которые заходят за вами, там один или два человека, убьют того, кто убил вас, и потом вас поднимут, и вы тогда потом вообще зачистите дом. Вот так, ну как бы должно, ну как оно смотрится вообще в реальной игре, вот так здесь играется, как бы я со своего опыта, как я это уже видишь, вижу. Так тебя могут завалить, пока ты бросаешь гранату. А потом я тебе и сказал, что если тебя убили, но ты успел бросить гранату, ты можешь убить тех, кто был на втором этаже, но даже если тебя убили, за тобой уже бегут твои люди же, и ты должен говорить местоположение так же само. Вот, например, когда мы пушили здание, Кинга убили, Кинг мне сразу сказал инфу, краткую и понятную, первый этаж за дверью, все, и больше ничего. И я сразу понял, куда мне бежать на первом этаже. И я его убил с пистолета, и он даже не понял, куда я зашел. А почему второй, а почему второй не может бросить гранату? Я тоже бросал гранату, я тоже бросал гранату. Я бросал гранату по возможности. Если ты видишь, что просто к дому могут подходить в этот момент, понимаешь? Это надо чувствовать, вот этот, чувствовать игру, ну как это сказать, как бы если ты видишь, что противник только в доме, и ты знаешь, что к дому они не подойдут, ты можешь бросать сколько тебе влезли гранат. Если ты знаешь, что дральник может где-то быть близко, или там ты прям возле точки воюешь, и там полная жесть творится, это означает, что тебе 80% убьют, но тебе надо принести пользу. Это означает, тебе надо убить хотя бы второй этаж. Так, давайте немецкое отделение в дом, американское отделение готовимся к штурму. Начало движения, ребята. Еще топов стреляют. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поднимай от кого-нибудь. Тащи, Деран, тащи. он не видит первый этаж не попал лучше говорить не вот так вот дом зачищен вроде бы да не рядом гранаты легла снег вы заиграли ты не увидишь людям как тебя гранату кинули нет вообще не увидел она все еще у тебя любожаетесь как остался один может поднять у меня нет у меня нет а может если что за пределы дома не выходим начало все готовы все готовы поехали ребят все Продолжение следует... 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 Продолжение следует...